Один из старейших и ведущих вузов страны, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, отмечает свое 85-летие. За эти годы там подготовили более 200 тысяч специалистов, среди которых немало выдающихся государственных и общественных деятелей республики. На торжество приехали лучшие выпускники, зарубежные дипломаты и представители международных организаций. Своё приветствие юбилярам направил президент Казахстана Касымжомар Токаев. Встречаться каждый год в стенах «Альма-Матер» стало доброй традицией, но сегодня день особенный. На юбилей пришли тысячи выпускников разных лет. Все как один при параде и с праздничными лентами через плечо. Шествие растянулось на сотни метров. В пёстрой толпе много знакомых лиц – политики, учёные, писатели и меценаты. Все они когда-то получили здесь путёвку в жизнь. Здесь я сформировался как личность, как человек, которому не безразлично всё. Здесь научили меня исследовать различные ситуации, делать правильные выводы, а самое главное – плотно работать. Юбиляров поздравили президент Казахстана и другие видные государственные деятели. Поздравительные телеграммы пришли со всего мира, в том числе от заместителя генерального секретаря ООН и руководителей ведущих международных университетов. А как же иначе? Сегодня казну входит в число 50 самых технологически развитых вузов планеты. Его выпускников знают не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Я по-настоящему горд тем, что выпускник этого университета, по уровню которого судят о нашей стране, о нашей нации. В честь праздника лучших выпускников наградили юбилейными медалями. Все эти люди – гордость университета, который является главной кузницей политической, культурной и бизнес-элиты Казахстана. Вузы сейчас становятся драйвером развития не только образования, науки, в целом всего общества. Потому что поднимая науку, образование, поднимая инновацию, повышая качество человеческого капитала, только тем самым мы можем поднять наш уровень, нашу страну в целом. Казну уже давно признан лучшим университетом тюркского мира. Но сейчас перед профессорско-преподавательским составом стоит еще более амбициозная задача. Войти в число ведущих вузов мира. Цель определена, движение к ней уже начато. Оскар Сергалиев, Максим Шулепов. Главные новости.